Здравствуйте, дорогие друзья! Ну что ж, очередная неделя подходит к своему завершению, а это значит, что пришло время для нового информационного блока Славянской Церкви Adventist 7 дня здесь, в городе Сакраменто. Слава Богу за прошлую неделю, за то, что он хранил нас, благословлял, поддерживал. И особенно хочу поблагодарить всем, кто молился за прошлые выходные, когда я с подростками был на таком зимнем кебине. Это была благословенная встреча, много разговоров, много разных тем для дискуссий. Я очень надеюсь, что такие встречи, они помогут этим молодым людям определиться в жизни своей, определиться с ценностями, с принципами, которые они будут исповедовать, идя по этой жизни. Да благословит их Господь, всех ребят из нашей Церкви. Несколько слов о субботе, которая нас ждет впереди уже очень-очень скоро. В эту субботу буду проповедовать я, поэтому молитесь, чтобы Дух Святой особенным образом использовал меня, чтобы весть Евангелия, она распространялась через мои уста тоже. Поэтому, пожалуйста, поддерживайте меня в ваших молитвах. Хочу также напомнить, что в эту субботу у нас начинаются курсы подготовки к окрещению. Встречи будут проходить здесь, в офисе, каждую субботу в 9 часов утра. Так что все, кто хотел бы заключить зависть Господом или просто обновить в своей памяти принципы, которые исповедует наша Церковь, я приглашаю на эти встречи. Также в эту субботу у нас будет особенное служение, служение вопросов и ответов. Служение будет в 5 часов вечера. Я от всего сердца хочу поблагодарить всех тех, кто прислал мне ваши вопросы. Но скажу так, что вопросов собралось немало. Я надеюсь, что это служение будет большим благословением также для всех нас. Служение будет, напомню, в 5 часов вечера, но оно не будет транслироваться в прямом эфире. Поэтому всех вас ждем в нашем молитвенном доме. Мы в последнее время очень много объявляем о домашней церкви, которая проходит у Натальи и Максима Бойких по вторникам в 7 часов вечера. Я скажу, что это благословенные встречи. Я благодарю Бога за то, что у нас есть возможность их проводить. Но также хочу сказать, что кроме этой домашней церкви, как мы их называем обычно, у нас есть еще несколько домашних церквей. Также молодежная домашняя церковь, которая проходит по вторникам. Вся информация о них находится в наших бюллетнях. Поэтому, когда вы получаете их в субботу утром, внимательно читайте. Там вы найдете место, адрес, время, день и все, что касается встреч этих домашних церквей. Я думаю, что особенно в это зимнее время нам нужно воспользоваться временем для того, чтобы общаться, чтобы исследовать Священное Писание, чтобы мы могли объяснить людям, с которыми мы встречаемся, почему мы верим именно так. Тем более, это тоже очень хорошая возможность приглашать друзей и знакомых, ваших коллег по работе, людей, с которыми вы вместе учитесь, для того, чтобы они вот в таком домашнем кругу могли вместе славить Бога и следовать Его Писание. Если у вас еще нету домашней церкви, попробуйте организовать ее, если у вас есть такое желание. Я думаю, что обязательно найдется человек, который готов будет стать лидером в проведении встреч этих. И это будет еще одно миссионерское служение здесь, на этой территории. Поэтому всех вас приглашаем не пропускать эти встречи. По сути, это все из блока объявлений. Хочу также напомнить, что мы с вами и дальше молимся о нашей сестре Ольге Казаренко, сестре Миле Полыга. Ну и, конечно же, мы молимся и дальше за то, чтобы закончилась война в Украине. Пожалуйста, вспоминайте эти все обстоятельства и людей, о которых мы с вами молимся. Каждую субботу также мы объявляем, что есть две семьи, о которых мы молимся, или двое людей. Тоже мне очень приятно, если вы не забываете вспоминать их посреди недели в ваших молитвах. Думаю, что это особенное чувство, когда ты знаешь, что вся церковь молится за тебя на протяжении целой недели. Поэтому, пожалуйста, поддерживайте друг друга в молитве. И в заключении хочу прочитать текст из Священного Писания. Это Псалом 28, 1 и 2 стихи. И тут сказано, хвалите Господа, о Божьи сыны, хвалите Господа за славу Его и мощь, воздайте славу имени Господа, поклонитесь Господу в красоте Его святости. Пускай имя Божье будет прославлено через нашу с вами жизнь, дорогие друзья. До встречи на наших богослужениях в эту субботу или же в прямом эфире. Всего вам наилучшего, дорогие друзья. Продолжение следует...